СПАРТАК Итак, встреча торпеды и Спартака, встреча, вот нам как раз показывают Ковалевский, нам показывают Кормильцева, встреча, от которой можно ожидать очень многого и встреча, которая традиционно привлекает внимание всех любителей футбола, прежде всего в столице, дерби. И на ваших экранах состав московского Спартака, я еще раз подробнее этот состав назову, но вот сейчас мы видим, что пока арбитр встречи, москвич Захаров, решает, где же, какая команда, на каких воротах будет играть. В принципе, наверное, говорить о том, кто в этой встрече фаворит, было бы не совсем правильно, очевидно, что у торпеды есть определенные проблемы в этом сезоне игровые, очевидно, что Спартак по-прежнему находится в процессе такой длительной глобальной перестройки. И, словом, как сложится этот матч, сказать очень сложно, но давайте все-таки поговорим о составах играющих команд. Вот, матч уже вот-вот начнется, так что, наверное, правильно было бы составов быстро назвать, чтобы в дальнейшем ничего интересного не пропустить. Итак, торпеда номинальный хозяева, ну, в общем, хозяева действительно именно здесь торпеда принимает своих гостей. По 22-м номерам Бородин, 5-й Ягер, 3-й Самуселос, 5-й Кормильцев, 7-й Опер, 8-й Зерянов, 9-й Волков, 11-й Панов, 15-й Йокич, 21-й Будылин, 24-й Степанов. Вот такой состав сегодня выпустил на поле Сергей Петренко. Кстати, мяч уже перехвачен, но Спартаковцы отвечают комбинацией. Давайте дождемся, чем она закончится. Бояринцев делает передачу левее. На этом пока все завершилось. Снова Бояринцев, дальше на Павленко. И подача, попытка выполнить подачу с фланга. Это Погатец оказался слева. И австрийец попробовал сделать передачу в штрафную площадку. Вот снова, кстати, Погатец, уже пробегая на мяча, все-таки сыграл головой. Состав Спартака. В воротах Ковалевский под 30-м номером. 26-й Видич, 3-й Погатец, 15-й Ковач, 20-й Дидура, 25-й Калиниченко, 27-й Товальчук, 7-й Бояринцев. 10-й Павлюченко, 11-й Павленко, 5-й Енчи. Александр Старков тренирует московский Спартак. Хотя, наверное, прекрасно это знают все любители футбола у нас в стране. Так же, как и по работе с московским торпедо. Бояринцев развернулся вокруг своей силы, но Самуфевос подсуетился и выбил мяч из-под ног у Спартакуса. Бородин. Павленко едва-едва до мяча не добрался. Живенькая очень игра началась. Никакой разминки и разведки не было. Ну, может быть, оно и к лучшему нам в страну. Важаем этим зрителям. Чем веселее, тем интереснее. Зырянов. Сделал передачу. Зырянов поперек поля. Кормильцев. Можно подачу выполнять с левого фланга. И пошла эта подача. Неплохой пас на врывавшегося в штрафную Волкова. Но защита московского Спартака сыграла очень спокойно и ошибиться себе попусту не позволила. Снова мяч пытался получить бояринцев на левом фланге. Хотя туда уже стримился Санусялос. Но, тем не менее, мяч так и не попал к бояринцеву. Так что, в общем, этот рывок литовского защитника, он в сущности оказался бесполезным. Ну, если говорить о страховке, то здесь торпеда защитник сыграла очень спокойно. Погатец. Еще дальше мяч Погатец. Погатец. Откатывает. Вот так спартаковцы отходят все дальше и дальше. Но не получается легко пробить сковоротку соперника. Несколько человек, которые, в общем, лидерами являются, сегодня не вышли на поле. У торпеда потеря просто огромная. Семшов не может сыграть в этой встрече из-за дисквалификации. Ну, что такое Игорь Семшов для торпеда? Всем известно, это человек, через который развивается подавляющее большинство атак масловского торпеда. Ну, что касается Спартака, то у Спартака, может быть, в процентном соотношении нет такого человека, от которого настолько зависит игра команды. Но и здесь тоже есть проблемы, причем травмированы люди, которые являются лидерами этой же команды. Ну, например, Егор Титов, что говорит, что нет на поле Егора Титова. Ну, не только Титова травмированы, как вы знаете, Оленичев, Парфенов, Кофтун. Ну, и кроме того, Аргентинцы заболел Ковенаги немножко, Родригес тоже не совсем здоров. Словом, вот такие вот проблемы. Да и мы видим, что Яраник сегодня на поле тоже не появился, который последние тренировки проводил по индивидуальной программе. Вот Александр Старков решил Чехов все-таки приберечь. Нам Сергея Петренко показывают. Пятая минута встречи всего лишь идет, и, наверное, волноваться пока особого резона нет. Игра равная, но здесь не сколько об игре идет речь, сколько о борьбе. Волков. Мяч все-таки в поле сохранил. Штрафной. Кормильцев, рядом с ним Волков. Зырянов провели, они пообщались немножко. Сейчас увидим, насколько полезным оказалось это общение, это совещание. Зырянов, передачу штрафную, неплохо, удар будет, но вот и удар последовал. Все-таки до ума, до конца довели эту комбинацию московские торпедовцы. Вполне логическое завершение. Обоснованное мы увидели, удар поворотом Ковалевский. Посмотрел галкипер, на мяч полетел выше перекладины. Ковалевский направо. Высокий очень перевод, длинный налево на Бояринцева. Вот Бояринцева, если мы все равно, мы часто видим. Любопытное было здесь противостояние на этом фланге. И, пожалуй, Литовец, если говорить о физических кондициях, он, конечно, помощнее. Более сухощавый такой Бояринцев. Но, с другой стороны, полузащитник Спартака более легкий, более подвижный, более быстрый. Как это противостояние, в конце концов, разрешится, мы увидим. Ну, Ковалевский сейчас будет мяч выбивать вперед. Итак, я напомню, что до начала этой встречи спартаковцы занимают второе место в чемпионате премьер-лиги команды. После 11 встреч 20 очков. Что касается торпедовцев, то торпедовцы на восьмом месте. У команды 15 очков, но на одну игру меньше, чем у Спартака. То есть разница составляет, если говорить об очках, 5 очков, но по потерянным очкам торпедовцы всего лишь на 2 очка, сколько у Спартака. Как здорово Панов сыграл, сходу мяч остановил, сделал очень хорошую передачу. Но, пожалуй, по первым минутам чуть более интересно смотрят торпедовцы. Юкиш пришел сходить вперед, но не слишком удачно. И вот этот мяч навернул Сашу к Бородину. Ждал только что Ковач, передача Ковача, благодаря его длинным светлым волосам, такой прическе отличность вообще не очень сложная. Вот он Ковач делает передачу дальше, она погатится. Опять Ковач. Чуть быстрее такое впечатление играет пока торпедовцы. В то время как Борис Спартака предпочитает не расковать, мяч разыгрывает до верного. Наверное, не всегда им это и помогает. Может быть, даже где-то чуть-чуть мешает. Впевают торпедовцы перестроиться и накрыть собой игроков Московского Спартака. Но, правда, надо отметить то, что Спартак хорошо играет в защите. И даже вот это легкое такое, практически незаметное преимущество торпедов скорости пока моментами не заканчивается. Хотя можете в любой момент. Вот посмотрите, какой только что пироид совершил Опер. Эстонский форум развернулся, но пробить по чужим воротам ему уже не дали. Угловой будет? Кормильцев. Панов мяч пропустил. Посмотрите, как здорово Опер развернулся через погатится. Мяч перебросил, но погатится уже страховали. Отлично, Зырянов в передаче. Это как раз саму себя, вот я говорил о том, что с физическими кондициями у Литовки все в порядке. А вот, пожалуйста, и Егор Титов, который не совсем здоров и сегодня находится на трибунах, откуда машина своей команды смотрит. Зырянов сыграл на Волкова. Волков еще дальше мяч возвращает. Степанов еще дальше. У Сенфеласа мяч. И отличная передача на левый фланг, которая была бы совсем замечательной, если бы не было зафиксировано положение вне игры. По-моему, Будудин оказался в офсайде на левом фланге. И то ли он чересчур рано стартовал, то ли наоборот. Партнеры его чересчур поздно заметили. Но было уже заметно, что в момент приема мяча, несомненно, в офсайде была определена абсолютно верно. Решение правил сорвал атаку Бояринцев. Зырянов схватил рукой после потери мяча. Что решит арбитр Захаров? Посмотрим, Зырянов, да, падает Зырянов. Понятно, что торпеды всем хотелось бы, чтобы Бояринцев показали желтую карточку. Опер. Передачу Опер сделал. Он фактически сделал то, что ему только и оставалось. Ковалевский смотрел, и мяч откровенно летел мимо в ворот. Спокойно, Йоки чуть-чуть сыграл. Но, правда, вторым темпом пошла тага на московских спартаковцев. Ковальчук перехватил мяч. Сейчас Павленко с мячом. Удар поворотом. Удар поворотом. Бородин на месте. Никакого шанса соперник уголкипер от торпеда не дал. Но, в принципе, удар у Павленко очень опасным не получился. Разве что мяч проскочил между ног у Степанова. Что совершенно Бородина не смутило. Йенче. Павленко. Перекатывается куда-то сюда. Видич. Погатец. Бояринцев. Ковальчук вперед. Степанов. Только пошла обостряющая передача. Передача вдоль лилистов. Так, в общем, атака на этом и завершилась. Зырянов с мячом. Аккуратно стали. Разыгрывают мяч торпедовцы. Пошел Зырянов, наверное, к мяч самуселосу. Слышно, как репликами обмениваются футболисты на поле, что, признаюсь, иногда довольно забавно, поскольку говорят они на русском языке. А в то же время иностранцев на поле хватает, поэтому с заметным акцентом команды раздаются. Кольниченко с мячом рвался по правому флангу. Кольниченко сбрасывает мяч в игру. И удар по воротам. Вот такая резкая комбинация спартаковцев. Еще один удар. Опять Павленко бил. Да, Павленко под 11 номером в падении. Решился на этот удар. И, судя по всему, неожиданным этот удар оказался до Бородина. Другое дело, что ему точности не хватило. Шел-шел вперед. Это нам показывает, как Ёкич справился с проблемой Кольниченко. А вот Кольниченко сразу сбросил мяч в игру. И удар по воротам. Еще Павлюченко рядом с Павленко находился. Волков. Шанс у торпеды для быстрой атаки. Богатец. Бояринцев. Ускоряется Бояринцев. Ну что, Спартак привел в порядок свои оборонительные рубежи. И сейчас в атаке стал повесомее действовать. Поувесистее, что ли. Смусерос. Длинный высокий перевод на левый фланг. В позиционную атаку переходит торпеда. На неторопливую. Ягер. На лево делал передачу. Эстонец. Зерянов. Атака утратил какую бы то ни было торопливость. Наоборот. Все. Не то, чтобы медленно. Но уже без суеты. Даже слишком без суеты. Ковач. Ковач думал-думал. Не сделать ли ему быструю передачу. И решил, что пусть передачу делает кто-нибудь другую. Тут уже оказался в руках у Бородина. 15-е минуту встречи. Торпеда Спартак. Я напомню, 12-й тур. И у нас 0-0. Зерянов. Опер. Смещается в центр. Опер. Но не точную передачу он сделал. А можно было кормильцев. Он предлагал ему другие варианты для развития атаки. И Ковальчук. Пошел в подкат. Получил сам по ногам. Но, в свою очередь, штрафной уже быстро разыгрывал футболиста Спартака. Ковальчук. Павленко. Было нарушение правил. Вот такое решение принимает арбитр Захаров. Штрафной будет Бояринцев здесь. Ковальченко. Он будет решать сейчас, кто будет этот штрафной выполнять. Ну, безусловно, Йокич по мячу не попал. А въехал в ногу Павленко. Штрафной 16-я минута. Да, футболист пробегает. И делает передачу Ковальченко. Мяч дошел, все-таки, своего адресата. Но с небольшим отставанием. И мяч прилетает, в конце концов, точно в руки голкиперу московского торпеда. Он показывает Йокичи крупным планом. Семуся вас. Кормильцев. Передача на Панова. Панов пьет сходу. Вот так неторопливая атака. И закончилась она тем, что невысокий Панов выскочил из-под, наоборот, высокорослого погатица. Положил корпус и приложился к мячу как следует. Наверное, правильное решение Панова и принял. Может быть, даже единственная правильная в этой ситуации. Ягер. Ягер, все-таки, сегодня играет на позиции опорного противозащитника. Панов лежит на газоне. Страстной. Задавида буквально Панова. Смотрите, какая разница Панова и Пагатца в росте. Здесь, правда, не Пагатец, по-моему, это Дзидура. Столкнутся с Пановом. И строит стенку Ковалевский. Посмотрим сейчас, как будут разыгрывать вот этот штрафной торпедовцы. Все еще дает Ковалевский указание. Будылин. Здесь же Зырянов. Пауза небольшая. Пагатец Захаров дался встоку о том, что можно бить поворотом. И удар. Ну вот вам, пожалуйста, Будылин пробил. А Ковалевский в прыжке парировал этот мяч. На угловой парировал. Хороший удар. Ковач. Отправляет мяч Ковач вперед на Ковальчука. И перехватили спартаковцы мяч. Опять Ковач с мячом. Можно сделать пас на Бояринцева. И пошла, да, передача налево. Такую передачу уже стерегли торпедовцы. Самусевос оказался в центре. Сделал все это не очень хорошую передачу. Ковач. Калиниченко. Павленко. Идет вперед Павленко. Сложно сказать, что это такое было. Получился удар. Очень сильно закрутил мяч Бояринцев. Бородин рисковать не стал. Мяч, если и не в ворота летел, мог попасть в каркас ворот и в поле отскочить. Угловой. На этот раз угловой у ворот торпеда. Нам показали как раз крупным планом Александра Старкова. Очень спокойный Старков, как, впрочем, и обычно. Двадцатая минута встречи. Павлюченко крупным планом. Берегут, стерегут Павлюченко. А тем временем Бояринцев выполняет подачу с углового. Всех миновал. Там кто-то упал штрафной. Захаров такое падение проигнорировал. Волков набирает. Скорость разлетелся буквально по левому флангу. Вот тут-то его и приземлили на газон. Причем не без нарушения правил. Что там Захаров сейчас решит? Отчаялся он о чем-то с своими подопечными, если можно так сегодня назвать, футболистов. Самуся вас. Самуся вас выполнил подачу. Но, в общем, держали уже литовца. Поэтому сейчас Самуся вас из аута будет сбрасывать мяч в игру. Самуся вас. Выбрал, кому мяч все-таки бросится. Таким решением идеально для Самуся вас представилась кандидатура Кормильцева. А затем Самуся вас пытался сделать обостряющий пас. Не получилось. Чем ответит сейчас Спартак? Пытались Павленко бросить в прорыв. Нет, не слишком удачно. Кормильцев. Ковач. Ковач направо. И передача в штрафной удар. Гол! Вот так быстрая комбинация Спартака и вертикальная передача в штрафную. Гол у кого-то из нападающих. По-моему, Павлюченко. Это был десятый номер. Нашла. Пробил быстро Павлюченко. И вот такой стремительный выпад. Пятый гол Павлюченко. Стремительный выпад. Оказался полной неожиданностью для Бородина. Давайте еще раз посмотрим. На опережение сыграл Павлюченко. Пробил. Ну, наверное, говорить, что Бородин ошибся не очень правильно. Но то, что он не выручил, вот так, наверное, было бы сказать можно. Старков ликует. Его команда открывает счет. Вот там еще на заднем плане очень мурно радуется Ковалевский. Давайте посмотрим еще раз. Падает уже мяч буквально в противоход. Под Бородиным проскочил. Задел голкипер этот мяч, но предотвратить гол не сумел. Еще раз хотелось бы отметить действие Павлюченко, который очень здорово выскочил из-под защитника. И хорошо сыграл на опережение. Все еще раз. Волков. Хороший вариант для того, чтобы пробить по воротам. Волков все-таки довел мяч до Панова, но вокруг Панова удар толком-то не получился. Опять там показывает Ковалевский, а Волков идет выполнять удар от угла поля. Навес. Но вот здесь Ковалевский по полной программе использовал свой рост. И в прыжке забрал мяч. Ковалевский. Отправляет мяч вперед Ковалевский. Все, пока в никуда. Пока без особых проблем справляются. Вот с такими передачами. Спартаковцы. Ковалевский. Погатится. Догнал мяч Погатится. Хотя пришелся ему для этого сделать существенный рывок. И еще одна быстрая вертикальная передача. Бояринцев. Обыграл Бояринцев двух соперников. Самуселлся вторым. И попытался пробить. Но здесь торпедовцы очень аккуратно сыграли в защите. Ковалевский. Подсекает мяч Ковалевский. Ковалевский. И в штрафную все-таки его приводит. Что теперь? Старков считает, что нарушения правил не было. А Захаров, видимо, решил, что подсел под соперника Павличенко. Давайте еще раз посмотрим. Ковальчук делает передачу. Ну, может быть, действительно, арбитр и прав в этом эпизоде. Снова Бородин. Видич в прыжке. Отправляет мяч вперед. Ковальчук. По ходу матча сложно ждать уже такой объективности. В общем, действительно, игра другой была. Хорошо сейчас сыграл Павленко. Смело пошел вперед. Обыграл соперника. И пробил. Но здесь уже и удар успели его приблокировать. И Бородин надежно действовал. Придуран. Прессингует соперника. Вот этот прессинг. И Бояринцев включился. И оказалось, что... В общем, не без пользы все это было. Бояринцев. Бояринцев мяч не будет бросать. Погатит сделает. Дидуран. Видич. Погатит решил попробовать снова вывести Бояринцева в отрыв. Мяч на этот раз так просто Бояринцев не достался. Конечно, гол сейчас торпедовцы пропустили. Может, они стали повнимательнее действовать в атаке. Правда, эта внимательность ни к чему не приводит. Так, аман идет вперед. Пытается довести мяч до нападающих. Но той легкости, с которой торпеда подбиралась к воротам соперника в начале матча, легкости этой уже нет. Ковальчук. Хорошая передача Бояринцева. Кормильцев. Еще одна очень быстрая дальняя передача. Екччо и сделал. Дальняя передача ни к чему не приводит. Спартак стал в защите играть гораздо надежнее, чем в первые минуты матча. Ни к чему не приводит. 28-я минута началась. И пока спартаковцы в поединке с земляками-торпедовцами ведут со счетом 1-0. Екччо упал, но, по-моему, Павленко так уж и не собирался откровенно правила нарушать. Ну, что делать? Ковальчук. Выбирает скорость Ковальчук. Идет вперед. Обыграл. Сомыселся передачей. Удар Бояринцева. Выше ворот нанес этот удар Бояринцев. Хорошая была атака. Здорово себя, очень здорово проявил Ковальчук. А Бояринцев почувствовал, что его товарищ Патамон сместился на его, Бояринцева, фланг. Наоборот, помчался в центр. Вот посмотрите, как здорово в этом... Нет, это не самыселенность. Это Ягера обыграл Ковальчук. Но, правда, затем Ягер в самый последний момент и упал. Мяч зацепил, помешал сделать Ковальчук уточную передачу. И удар по воротам. Нет, это был не я, Агер помешал сделать передачу. По-моему, это был Йокич, 15-й номер. Валяске. Вперед делает передачу к Валяске. И сразу же вступил в борьбу Ковальченко. Павленко. Вот здесь против Павленко Будылин. Видич. Вся борьба потихонечку перемешается все дальше и дальше от фартаковских ворот. Павленко. Павленко только в Йокича. Но здесь... Хладнотровие Йокича не изменило. Бородин. Высок учит передача вперед. Кормильцев. Волков. Теряет мяч Волков. Что уже... Похоже, Ковальч здесь мяча не догнал. Ковальч показывает круглым планом. Делал легенер Спартака два стремительных шага. Но мяч настиг уже за боковой линией. Самуселос. Погатится. Еще одна быстрая передача. Смуселос. 31 минуты матча пошла. Полчаса игры уже за спиной осталось. Я напомню, что... Счет у нас 1-0 в путье московского Спартака. Дидура. Длинную очень передачу делает Дидура. На левый фланг. Через левый фланг торпедовцы пытаются пробиться к воротам соперника. И в падении кормильцев сделал передачу, которая запуталась в ногах у защитника Спартака. Так, передача. Еще одна. И мяч приходит к сопернику. Может, сейчас торпедовцы будут чуть-чуть поудачливее. Нет, не будет. Ковалевский, в общем, проблему решает. Отправляем мяч как можно дальше. Очень сосредоточенное лицо у Сергея Петренко. На скамейке запасных проигрывает его команду. Несмотря на то, что, в общем, есть еще время. И в первом тайме для того, чтобы счет сравнять, это и в 45 минут после перерыва. Но, тем не менее, Витя Петренко довольно хмурый. Ну, так поводит, скир, и кладит своими защитниками. Снова мяч направо. Перевутся вперед спартаковцы. Павлюченко. Вот аж где мяч получил Павлюченко. Калиниченко. И Павленко. Погатится. Можно пробить поворотом сейчас Павленко с мячом. Сделал резкое очень движение Павленко. Мяч от него от его ноги отскочил и укатился за лицевую линию. Бояринцев. Снова Бояринцев с мячом. Удар, но выше, выше получился удар у Дениса Бояринцева. Бояринцев ни раз и ни два уже пробует. Вот такой прием. Это смещается с левого фланга и пытается нанести удар в дальний угол ворот. В свое время вот такие смещения принесли славу Александру Дель Пьера в Лиге Чемпионов сезона 94-95. 10 лет назад это уже было. Алисандр Дель Пьера как раз забив несколько таких мячей, очень похожих и невероятно красивых. В общем себя и проявил. Павличенко. Начал только Павличенко. А вот сейчас Павленко и Ковальчук ее продолжили. Ковальчук с мячом. И настиг Ковальчука Кормильцев, настиг и даже по ногам успел ударить. Заработал тем самым штрафной в своевородном. Ковальчук падает. Ударил его по ногам Кормильцев. Штрафной. После мяча Бояринцев. Ну и высокие игроки Спартака и Пагатичи, и Ковальчук, и Павличенко, и Дибичи. А не все штрафной торпеда. Дает Захаров свисток. Навес, удар, гол! Второй гол в ворота торпеда. Ковальчук забивает его, по-моему. Да, так и есть Ковальчук. Первый он откликнулся, Радослав Ковальчук. Вот на этой передаче. Больше всех выпрыгнул и подрезал мяч мимо Бородина. 2-0. Конечно, досада явная написана на лице у торпедовского голкипера. Он сделал все, что мог. Но Ковальчук просто был чуточку быстрее, и этого хватило. Несмотря на то, что держали Ковальча, Ягер, по-моему, держал и держал безрезультатно. 35-я минута. Ковальчук удваивает преимущество своего клуба. И тем самым, в общем, если достоят спартаковцы в первом тайме и не пропустят, можно будет говорить о том, что преимущество себе сделали они серьезно и в первом тайме торпедовцы переиграли. Причем заметна в игре Спартака вот та самая основательность. Несмотря на то, что игру-то, скажем, откровенно лучше начали футболисты торпеды, но Спартак сумел и соперника успокоить, и атаки остановить возле своих ворот, и в конце концов два мяча забить. Хотя, наверное, говорить о том, что эти голы – это результат явного игрового преимущества Спартака, было бы не совсем верно. В общем, игра на поле идет равная. Равная, но сейчас уже с небольшим преимуществом Спартака. С небольшим по игре и с существенным ползабитым мячом. Кормильцы. Сделать передачу на левый фланг кормильцев нет, неудачно. Еще одна высокая передача. Ковач. В падении Ковач на Бояринцева. Бояринцев как высоко мяч поднимает. Ягер. Ягеру, по-моему, немножко говорить их не хватает в борьбе. Бояринцев. Павленко на Бояринцева. Йокич опять вмешался в борьбу. Йокич как здорово сыграл. Несколько раз подряд. Продвигал мяч прямо на погатится. Погатит штрафную. Опять неудачно. Будылин на Кормильцева. Кормильцев еще дальше на Паново. Эту передачу перехватили. Кормильцев упал в подкат. По-моему, нарушения правил не было. Хотя Видич, конечно же, думает по-другому. Снова перехват в центре поля. Павленко. Нарушение правил. Лежит Павлюченко на газоне. Арбитр Захаров тем временем о чем-то общается с Зыряновым. Здесь мячом Павлюченко. Да, в общем, желтую карточку стоило бы Зыряновым показать. Это, в общем, чревато. Но вот мы видим, что и Валерий Георгиевич Газаев тоже решил посмотреть на эту встречу. На встречу своих соперников в чемпионате России. И, в общем, вид какой-то очень хмурый у Газаева. По известным только ему одному причинам. Йокич. Вот вам, пожалуйста, и фэйрплей. По полной программе. Йокич упал. Причем, если допустим, что-то с ним серьезное случилось. И поэтому предпочли спартаковцы игру не продолжать. Вот в этом случае. Смотрите. Приземлился неудачно на ногу Йокич. Драки Спартака сразу же выиграли мяч за боковую линию. Крупным планом нам показывает Бояринцева. Показывает еще и технику. Недавно все это проделал Бояринцев. Бояринцев. Пенчин. Пять минут осталось играть в первом тайме. И она получит спартаковцы. Ребят с расчетом 2-0. Бояринцев в отборе и Ковач. Павленко. Смотрит Павленко, что он может делать. Делает он передачу на Павлюченко. Мяч отбирают. Сейчас уже заметное преимущество территориального Спартака. Та дальше будет углового флажка. Бояринцев. На вес. И Бородин играет на выходе. Кулаком отбивает мяч подальше от собственных ворот. Что теперь? Теперь Старков опять недоволен. Так же, как, кстати, и Панов недоволен. Ягер. Сумселос. Опер. Снова Опер. Копер Мальцзаня еще не дошел при любом варианте развития атаке. В общем-то, жесткое столкновение, если было в результате которого Опер оказался на газоне. Кормильцев. 42-я минута встречи. 2-0 ведет Спартак. Во встрече с земляками, с торпедовцами. Я напомню, что мячи забили Павлюченко на 22-й минуте и Ковач на 35-й. Куалевский. Перед мяч разбивает Куалевский. Ковач. Сумселос. И здорово, просто здорово вот в этом эпизоде сыграл сейчас Павлюч, прервал быструю передачу и остановил атаку торпеда. Да, если удалось хоть как-то заменить Семшова в первые моменты встречи торпедовцам, то в дальнейшем уже стало заметно. Вот это самое отсутствие лидера торпеды на поле. И атаки не получаются. Да и просто вот этих обостряющих передач катастрофически просто не хватает. На вес штрафную. Бояринцев. Кольниченко. Передача в штрафную. Едура. Погатец. Сумселос. Ягер. Панов. Решил Панов уже в одиночку вперед не рваться. Сыграть через Кормильцева. Сумселос. Вот, пожалуй, именно Кормильцев должен был в отсутствии Семшова. Вполнять роль разыгрывающего человека на поле. Справился он с такой задачей или нет? Наверное, не справился, раз торпеда не забила. Хотя несколько очень хороших передач Кормильцев все-таки отдал до перерыва. Посмотрим, что будет в втором тайме. Павлюченко. Ос. Посмотрим, сколько арбитр Захаров добавит. Но едва ли он добавит так уж и много. Хозяк по той причине, что остановок было всего несколько, да и не очень значительных. Квальчук. Павленко. На этот раз передачи Павленко не получилось. Зырянов. Ускоряется Зырянов. К нему подскочил сразу Бояринцев. Решил Зырянов сыграть через Волкова. Борьба в центре поля. Вернулись уже спартаковцы. Перекрыли надежно все пути к воротам. Всего одну минуту добавляет арбитр. А вот и встречи. Несмотря на то, что его команда ведет со счетом 2-0, все равно Остарков пока не улыбается. Енче с ничем. Сильно очень бьет вперед. Бородин. Смешалось. Нужно что-то Сергею Патриенко поменять. После перерыва сделать это будет непросто, учитывая, что, в общем, нельзя сказать, что очень сильная и длинная скамейка запасных у торпеда. Хотя, безусловно, какие-то замены, наверное, не смогли бы усилить. Но здесь уж, конечно, виднее наставленных у торпеда. И он сейчас будет принимать решение. Бояринцев. Квальчук. Передача направо. И удар будет поворотом. Удар хороший какой удар. Павлюченко пробил. Уже на исходе добавленных арбитром минут Павлюченко и выполнил этот удар. Бородин с мячом. Не торопится Бородин, он отлично понимает, что сейчас будет. Согдая свисток. Итак, первый тайм встречи торпеды «Спартак» закончен. 2-0 «Спартак» впереди. Перерыв. Уважаемые телезрители, на телеканале «Спорт» второй тайм встречи 12-го тура чемпионата российской премьер-лиги по футболу торпеды «Спартак». И я напомню, что после первого тайма со счетом 2-0 впереди футболисты московского «Спартака». Вот мы видим, замена произошла в составе «Торпеда». Под 28 номером вышел на поле вместо Кормильцева «Мамаев». И еще и Парфенов появился вместо «Яагера». Вот сразу две замены. Вот на такой ход решился Сергей Петренко. Ну, видимо, не видимо, очевидно, что совершенно не нравилось то, что на поле происходило до перерыва. И сейчас арбитр Захаров даст «Свисток». Вот, собственно говоря, этот «Свисток» и прозвучал. Начался второй тайм. Давайте быстро ознакомимся с составами играющих команд. Посмотрим, чем вот эта атака закончится. Идут вперед «Торпедовцы». Передача. Волков. Погатится им дать мяч подальше от, собственно, паров. Итак, стартовый состав «Торпеда». По 22-м номерам «Бородин». По 22-м был «Яагер». Но вот теперь вместо него появился «Панферов». По 12-м номерам. Третий – «Самусевос». Пятый был «Кормильцев». Заменил его 28-й «Мамаев». Седьмой – «Опер». Восьмой – «Зырянов». Девятый – «Волков». Один – «Степанов». Пятнадцатый – «Юкич». Двадцать первый – «Будылин». Двадцать четвертый – «Степанов». Плавный тренер команды – Сергей Петренко. Вот, пожалуйста, «Имамай» в крупном плане на ваших экранах. «Спартак». В воротах – «Ковалевский». Тридцатый номер. Двадцать шестой – «Видич». Третий – «Погатец». Пятнадцатый – «Ковач». Двадцатый – «Дидура». Двадцать пятый – «Колениченко». Двадцать седьмой – «Ковальчук». Седьмой – «Бояринцев». Десятый – «Повлюченко». Одиннадцатый – «Павленко». И пятый – «Енче». Вот такой вот состав. Состав, который выпустил главный тренер «Спартака» Александр Старков. Я напомню, что на двадцать первой минуте отличился Павлюченко. И на тридцать пятой минуте Ковач. Оба мяча были забиты головой. Но Павлюченко неожиданно резко сыграл на опережение. Во время передачи штрафной верхом с фланга. В то время, как Ковач грамотно распорядился розыгрышем стандарта. Подача штрафного была с правого фланга. Все с того же правого фланга выпрыгнул Ковач. Переиграл в воздухе «Ягера» и направил мяч в сетку. Видимо, вот неуверенная игра «Ягера». И вынуждила Петренко выпустить на поле. Вот вышел сейчас «Мамай». Вышел «Панферов». Но, словом, понятно, что не совсем понравилась Петренко игра этих футболистов. Кормильцев должен был в отсутствии «Семшоу» помогать о своей атаке хорошими передачами. Эти передачи у него в свое время от времени получались, но, видимо, слишком редко. Что еще сказать по первому тайму? Но, несомненно, начало встречи в первом минуте 15 поинтереснее выглядели торпедовцы чуть-чуть. Но затем «Спартак» сумел инициативу перехватить. Отжал соперника к воротам. К воротам Бородина забил два мяча. А последняя минута встречи, последняя минута игры в первом тайме вообще кровел значительно интереснее. Сейчас Ковыш потерял мяч и быстрая атака футболистов от торпеда. Вот как раз с мячом только что по 12 номерам был «Панферов». Передача штрафной, нет, не получается. Кстати, вот если уж говорить по поводу запасных, давайте скажем, кто из запаса. У «Спартака» это «Зуев» голкипер, полевые игроки Рубин, Шаава, Ковенаги, Баженов, Самедов и Рибко. И запасные торпеда. «Панферов» уже вышел. Есть еще Комаровский, Кудинов, Кабанов, Барлов и Филимонов. Как раз «Панферова» показывает крупным планом. Штрафной. Высокий навес штрафной. Можно пробить головой, так и есть. Вот так, собственно, и первый тайм начался. Тоже был хороший удар по воротам Ковалевски. Тогда со штрафного направлялся мяч прямо в створ ворот. Хорошо сыграл Ковалевский. Сейчас, по-своему, со штрафного под перекладину головой. Может быть, мяч в ворота и не летел, но Ковалевский решил перестраховаться. И он, несомненно, абсолютно прав. Пока торпеда все подлечит больше. Комаровский решил сообщить арбитру, чтобы рукой кто-то играл. В принципе, к арбитру, наверное, никаких претензий по первому тайму быть особо не может. Здесь сложно угадать. Может быть, конечно, какие-то претензии есть у тренеров, но вроде бы спорных особо моментов не возникало. Степанов, Симсиас. Попытался Зырянов сходу мяч остановить, но нет, мяч у него отобрали. Мояринцы сейчас будут вводить мяч в игру. Мояринцы сейчас будут вводить мяч в игру. И вот Ковач, автор второго забитого мяча, лежит на газоне, держится за колено. Но тут, судя по всему, может быть, даже без врачей дело обойдется. Вот встает Ковач. Все с ним будет в порядке. Игра сейчас продолжится. Ну, в общем, не по колену, конечно, Ковачу досталось. На самом деле, стоило бы, наверное, здесь желтую карточку показать, потому что слишком грубо все получилось у торпедовца. Бородин. Бородин бьет вперед. И снова торпедовцы отправляются в очередную атаку. Спартак отбивается, мяч уходит недостаточно далеко от ворот. Будылин. Можно пробить удар. Опасно как получилось. После удара зря на мяч задел кого-то из защитников Спартака. И, по-моему, Ковалевский на вот этот удар не реагировал бы, если мяч в секку попал, в створ. Угловой. Навес с углового. Удар поворотом. Очень опасно. Ковалевский хорошо играет. Еще одна попытка сделать передачу низом. А мяч остается у торпедовцев. Проскочил Бояринцев. Снова навес. Вот такая вот атака торпеда. Причем долгая атака. В смысле, у вас? Удар поворотом Ковалевский кулаками мяч отбивает. На сюда торпеда сейчас на ворот соперника. Ну правда никакого особенного Никакого особенного пользы не приносят Это торпедовцам Опасный момент и есть, но забить торпеда никак не может Вот как и первый тайм Второй торпедовцы начали очень хорошо И даже пожалуй еще мощнее Посмотрите как хорошо был разыгран стандарт Здесь только везение, мастерство Ковалевски А помогу Спартаку не пропустить Снова с мячом Ковалевски А вот это было совершенно не нужно Панов в подкате катился Ну в общем он уже извинился Перед Ковалевски Поэтому наверное вмешательство погатится абсолютно лишнее И Ковалевски, который сегодня вышел с капитанской повязкой Сейчас выбьет мяч в поле Есть конечно проблема у торпеды и в игре в последнее время Согласитесь Пять матчей без побед Это многовато Плюс забить никак в трех последних встречах Торпедовцы не могут Вот и сегодня не могут И пока тоже проигрывают Ковалевски Ковалевски Справились Приделся к атаке в первом тайме В начале второго тайма Но вот затем Стал дзвездо значительно реже Видимо почувствовал Что необходимо Присутствие в обороне Ковач Опять как из партаковцев Получил видимо болезненный удар Торпедовцы затеяли Совершенно не нужно Перебрасывание мячом Якич Мамаев Ковач Якич Вынужден гол Здесь подстраховаться Партнер в команде В подкате Видел мяч штрафной Пальчук Последует подача Да Подача последовала И мяч в итоге Попал Самуселоса Получил довольно болезненный удар Литовский защитник Неожиданно Даже арбитр Захаров Сочувствовал Ну конечно неприятно Очень Да еще и угловой заработал Самуселоса Причем невольно Для Спартака Бояринцев Самуселос уже Зидуру опекает Причем так основательно И Торпедовцы Выбивает мяч подальше От собственных ворот Еще один навес Видич Валевский Полниченко Сделал передачу Пятки Пытался на Ковачука Но передача Получилась не слишком Все-таки удачная Еще одна Быстрая атака Спартака Ну выровняли сейчас Спартак в Цигру Погатец В атаку уже пошел Два третьих номера Погатец и Самуселос Здесь сошлись И Самуселос Сейчас его соперника Перехитрил После его удара Мяч зацепил Партаковцы Затем уже покинул Поле Пантеров Еще может быть Опасный удар Удар в ближний угол Калиниченко Пробил Дебородина Такой удар Явелся явно Неприятным сюрпризом Вот посмотри Давайте еще раз Посмотрим Хорошую передачу Павленко Скидку сделал На Калиниченко Тот ударил И по-моему Не держал Ближний угол Бородин Вот в этом случае Видич Колыч Нарушение правил Волков Ударил Конечно По ногам Получи Куальчук Будет с соперником Самуселос Резкое ускорение Самуселоса Досталось Пантерову Штрафом Будет пробивать Сейчас Торпедовцы Десятая минута Матча идет По-прежнему Спартак В поединке Торпеды Ведется Еще там 2-0 Непонятно Правда Почему За плечо Держится Пантеров Может быть И упал Не совсем Удачно Штрафной Не торопится Торпедовцы Он сейчас Мяч Наконец-то Направляется В штрафную Соперника Надо попробовать Пробить Так пробить И не получилось Волков Ждал Ждал Передачи И тоже Не дождался В конце концов Пас Сануселса Который Со своего Фланга Правого Оказался Вовсе На левом Но подключение Без особой Пользы Ведич Каличенко Двух Соперников Ушел Передачи С фланга Бородин Ошибается Каличенко На Павлюченко Удар Гол 3-0 Довели И эту комбинацию До удара Спартаковцы Причем Сыграли Очень рационально И здесь Конечно Штург Каличенко В чемпионате Здесь конечно Блестяще себя Проявил Каличенко Который Бить не стал А решил Своего партнера Подключить К атаке После чего Павлюченко Нужно было Всего лишь Попасть Точно пробить В пустой угол Конечно Бородин Здесь ошибся На выходе Кулаком Не дотянулся Просто до мяча Поэтому не сумел Мяч Отбить как следует И вот этот Тот самый удар Павлюченко Не сам Бородин Не страховавшего Йохич Уже помочь Ничем не могли Давайте Еще раз Посмотрим Очень спокойно Забитый гол Отметим Все таки Вот эта подача Погасится Которая вынудила Ошибиться Бородина 3-0 И честно говоря Так сложно Сказать За счет чего Могут отыграться Торпедовцы Потому что Вот этот порыв Который у них был В начале тайма И который привел К нескольким опасным Моментам возле ворот Ковалевски Этот порыв Пожалуй Все таки Истяк И сейчас Не очень заменен Это мягко сказано Он нужно За счет чего-то Другого Преодолевать Сопротивление Спартаковской Обороны Торпедовцам А за счет чего Не очень ясно Так на 61-й минуте Сделал Шип Павлюченко 3-0 Панферов Панферов налево На Будылина Голков Панферов Угар Мяч пролетает В руки Ковалевски Но сложно Здесь было ошибиться Ковалевски Хотя конечно Всякое бывает К нам еще Еще раз Показывают Гол Который забил Павлюченко Роман Крюльченко Третий гол В ворота Торпеда Енчи Удар Поворотом Вот раз Мяч пролетает Точно в руки Бородину И снова Павлюченко Своим партнером Аплодирует Давайте еще раз Посмотрим Это в бояринцах Точно скинул Мяч на Павленко Это передача На Павлюченко Комбинация Была разыграна Очень быстро Стремительно И симпатично Но и Бородин Сыграл В высшей степени Нарежно Еще одна подача Павлюченко Опять Бородин Не добрался До мяча Пожалуй Здесь была Его ошибка Пробил головой Чуть-чуть выше ворот Давайте еще раз Посмотрим Открикнулся Павлюченко Вот на эту передачу И пробил Поворотом Откровенно говоря Не хотелось бы Чтобы интрига Сейчас закончилась На этом окончательно В общем Могут забить Еще и торпедовцы Если захотят Очень сильно Если будут продолжать Биться Хотя конечно 0-3 счет В высшей степени Для них неприятный Полученко Остановили Волков Енчика Пытался обойти Но Енчика Обошел А к нему Холочи Прискочить Не получилось Панферов Сниселос Навешивает Сниселос Будылин Центр Будылин Штрафной Был нарушение правил Это Опер Совершенно Кстати В втором тайме Незаметный На этот раз Проявился Но соперника Енчика Подтолкнул Куалески Посматривает Куалески На поле Выбивает Мяч Подальше Видишь Старков Дает Какие-то Ухожане С вами Подопечным Будылин Волков Из Самусева С дальнего Удара Но вот Самусев Неплохо Кстати Пробил Нужно Конечно Что-то Предпринимать Торпедовцам Сдаваться Будет явно Преждевременно Хотя Играть Остается Минут 25 С учетом Того Сколько Забавит Захаров А сколько Он добавит Пока сложно И конечно Преимущество Спартака В три мяча Недвусмысленно Говорит о том Кто сейчас Главный Перцензент На победу В этой встрече Опер Нет Это Панов Это Рвовсайд Он уже ушел Поэтому не стал Делать ему Передачу Панов Волков Мамаев На Мамду Мамаев Меч не дошел Это Панферов Самусевос Передача На Мамаева Нет Мамаев Не успел Оставить Мяч В игре Грустит Петренко На скамейке Запасных А В войсах Ковалевский Галкипер Московского Спартака Выбивает Мяч в поле Замен Пока не было У Спартаковцев Предпочитают Теми же Футболистами Которые Эту встречу И начали Обходить Старков Ну и В общем Такой Расчет Абсолютно верен Выцаркали Мяч Соперника Торпедовцы Самусевос Мамаев Волков С мячом Волков Резкое ускорение Волков сделал И какой гол Вы посмотрите Получился У Волкова Очень красивый Ну что Передачу Делал Волков Или все-таки Бил Поворотом Об этом Только он сам Знает Да и то думаю Что вряд ли Скажет Но получилось Все очень Красиво Поразил Дальнюю Девятку Волков Очень точным Ударом Посмотрел Вообще На ворота Прежде чем Бить по мячу Прыгнул Ковалевский Но в самую Мертвую зону Волков Сувозил 3-1 И теперь Пожалуй Шанс Торпеда Появляется Но все-таки Такими Вот ударами Как у Волкова Получился Не часто Вообще Футболисты Балуют Не только Там Торпеды Или нашего Чемпионата Вообще А за исключением Вот таких Вот шедевральных Ударов Непонятно Еще На что Может торпеды Пока рассчитывать Опять-таки Хотя в последнем Минуте 5 торпедов Собьются Так Еще раз скажу Напомню Что у нас 3-1 Ильиченко Валевский Подальше Мяч Ковалевский Выбивает В поле Здесь борьба И падения Нет Не было Никакого Нарушения Вперед Напанова Пока в никуда Отличный Может быть Момент У Павлюченко Мчится Вперед Павлюченко Было Нарушение Правил В борьбе С соперником Отталкивал Соперника Защитника Роман Павлюченко Вот именно Поэтому И получился Штрафной Это с ее Чем боролся Павлюченко Штрафной Причем опасный Штрафной Достал Зырянов Перекрыл Путь Ногой Погатис Зырянов К мячу Кто-то Может быть Знаете Погатис Сейчас Решает Вообще Гамбл Карьеру Продолжать Принадлежит Байру Ливеркузенскому Сейчас играет Спартаке Им интересуется Еще Вести Мидлсбро Удар Поворотами Прям В руки Повалевские Словом Как Сложится Как разрешится Эта ситуация С Погатисом Наверное Уже Скоро Будет Ясно Мы сейчас Ведем Удар со Штрафного В руки Ковалевские И нам Показывает Крупным Планом Павленко Зарабатывает Еще Один Штрафной Удар Поворотом Бородин Спасает Свою Команду Именно Что Спасает Потянулся И все-таки Выудил Мяч Капитан Торпеда Сейчас Оба Голкипера Кстати Уносит Капитанские Повязки Бояринцев Нет Бородин Справился С этим Навесом Сделал Роковую Одну Действительно Очень Неприятную Ошибку Но После Этого Вот Подобного Свежа Не позволяет Играет Очень четко И очень Спокойно По новому Мяч Отобрали Вальчук Постарался Давайте еще раз Посмотрим Это тот самый Удар Павленков Бородин Спас Спас Дальше Павленков 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 И не стал И не стал И не стал делать Правда Точно закончился Угловым Шава Разминается Так что Может быть Мы сейчас Либо увидим На поле Бояринцев Бояринцев Павленков Очень быстро Разыгрывает Этот угловой Навешивает Павленка Помешали Другу Немножко Два Спартаковца Вальчук С левого фланга Навес Бородин Спокойно Очень выходит Забирает Мяч в руки Богатец Ковач Поднимает Мяч Ковач Точно Наенче Ковалевский Ковальченко Может сейчас Попробовать Пробить Воротом И удар Очень опасный И точно В противоход Бородину Опять Павлюченко Бил Разошелся Павлюченко Просто Не остановишь Еще одна Замену В составе Торпеда Показывали Нам Шаву Но нет Это Борлов Вместе Самуселоса Торпеда Как бы Дело Будылин 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 Делает Передачу Ждется Вот снова С мячом Опять Будылин Павлюченко Опять Дальше 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 Сильно Очень Вперед Наш Посылается Павлюченко Отбились Торпедовцы 12 минут Осталось Играть В этом матче Андерс Уйпер Идет Вперед Ковалевский Очень Спокойно Сыграл Тедура Опередил Панова Головой Сыграл Ковалевский Знал Что мяч Руками Нельзя Трогать Сыграл Так Полевой Игрок Еще Одна Подача С фланга Сейчас Штрафной Будет Да В общем Против Бояринцев Здесь Пару Правил Пожалуй Нарушили Волков Делает Передачу Волков Но Пробьет Кто-нибудь Нет Сразу Несколько Футболистов Здесь Столкнулись Район Вратарский Даже Ковалевский Не стал Из ворот Выходить Куличенко Бородин Нарушение Нарушение Правил Волков Наверное сейчас Волков Самый активный Такой Одинокий Мотор В составе Своей команды Старается Гол забил Нет В принципе И остальные Тоже стараются Но толку От этого Немного Немного Богатец Волков Панов Можно пробить Мамаев Лежит тут Из торпедовцев На газоне Может быть Нужно мяч Выбить За пределы Поля Панферов Так и делает В конце концов Степанов Лежит А вот Шауа Как раз Сейчас Анаполия И появляется Вместо Бояринцева Торпеда Конечно Семшова Очень сильно Не хватало Семшов Кстати Приказ Торпеда Если говорить О встрече С московским Тепортаком Больше всех Матчей Провел Спартак В рамках Чемпионата России Прошлая встреча Этих команд Завершилась Победой Торпедовцев Будылин И Памов Забили Торпедова Пьянович Отличился У Стартака Сейчас Как мы видим Все Сложилось Иначе Но что касается Пьяновича Это вот Он должен Вернуться Как раз Из Германии У Стартак Прошел Курс Лечения Дидура Здорово Сыграл Ковач Выгол мяч У соперника И сразу же Вперед Самый мяч Отправляет Павленко Штраф Бородин Играет Очень спокойно Витич Главой Сыграл Витич Вот здесь Мяч Выбили У Ковача Мамаев Мамаев Развернулся Сыграл На Волкова Дальний удар Степанова Неплохо Кстати Смотря на то Что мяч Довольно Долго Летел Но Получилось Весьма Опасно Но затем Всего Рекламный Щит Угодил Степанов Павлюченко Изящная Очень технично Сыграл Павлюченко И мяч Сейчас у Ковальчука На левом фланге Нет-нет Мяч в поле И продолжают Играть Спартаков Саша Волков Выгол Мяч Буквально Из-под ноги У Павлюченко Еще один прострел Какой момент Получился Причем Причем В общем-то Ну не то чтобы Неожиданно Но По-моему Вот Спартаков Все Растерялись Это снова Волков Сделал Передачу На Панова А Панов Просто Не попал По мячу Получился Шанс У Парпеда Что-то Забить Расстроен Конечно Сергей Петренко Бородин Еще одна Длинная передача Через все поле Практически Ковалевский матч Из-за рот Вышел И забрал В руки Еще у Спартаковца Ковач Через все Рувлек Судковач Мамаев Это вроде Обыграл Здесь Волков Хорошо Подстраховал Своего партнера Мамаев Продолжает Движение Вперед Мамаев Мяч потерял Как-то Немножко Самонадеян Относит Которая Ситуация Волков Можно делать Передачу Будылин Снова Волков Мамаев Сейчас Атакует Очень даже Жесточем На торпедовсе Мамаев Удар Поворотом Попал С того Из защитников Панферов Будылин Плохая Просто Плохая Передача Слишком Высокий Навес Еще одна замена Павленко Уходит И Андрей Рубин По четвертым номерам Появляется Вместо Павленко 87 минута Уже Сейчас Начинается Благодарил Старков Павленко Ковалевский Отправляет Мяч Вперед Панов Павленко 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 В сторону ворот у Спартака. Ковыч не помогает Панову подняться. В 87-м минуте встречи заканчивается. Торпеда Спартака 1-3. Ну что, в общем, несмотря на то, что, наверное, последние минут 10 на поле идет равная борьба, в которую даже поинтереснее торпедовцы, но по большому счету многое закончилось уже после того, как Павлюченко забил третий гол. Ворота Спартака. Торпедовцы играют, борются, но в то же время перспективы торпедовцев на то, чтобы отыграться, выглядят очень сомнительными. Нарушение правил. Угнался, угнался Ковыч с соперником. Вот и в конце концов нарушил правил, ударил сзади по ногам он, Зирянова. Волков. Снова Волков с мячом. И падает Волков, чужой штрафной. Что, Захару, судя по всему, сейчас будет ему желтую карточку показывать в симуляции. Да, так и есть полузащитник Виталий Волков предупрежден за попытку симулировать нарушение правил штрафной Спартака. Ну вот, судите, сами уважаемые телезрители, ну, правда, немножко картинным получилось падение Волков, хотя касание ноги, несомненно, было. Здесь, говорите, нарушение правил, правда, было бы, наверное, немножко преждевременно. Снова мяч сильно отправляется вперед. Видич. Видич против Опера. Мамаев. Волков. Снова Мамаев. Освоился. Уже совсем Мамаев. На поле Панферов. Перекатывает мяч по периметру торпедовцы, причем Спартак еще и прессингует, и, по-моему, никак не могут решить хозяева, как же им к воротам к Волевске-то пробиваться. Снова мяч к Волкову возвращается. Волков. Будылин. Танцеров. Ильченко. Быстрая, очень быстрая передача на дальний фланг. Ну, что, можно делать навес. Вот, низом предпочитают спартаковцы пробиваться к воротам соперника. Вот он, этот самый навес. И заканчивается тем, что Юкич решает мяч переправить через перекладину. Между тем, уже время матча, в общем-то, закончилось. Добавил уже арбитр. Три минуты, по-моему, добавлено. А сейчас Самедов на поле выходит. Видим, уже последняя на сегодня замена. Заменяет он Павлюченко. Павлюченко, конечно, может быть, еще одну замену. А, нет, уже все. Три замены уже команда использовали. Как раз Александр Саменов вместо Романа Павлюченко, автора, двух забитых мячей. Ну и вообще хорошо, очень хорошо. играли сегодня все футболисты спартака. Но вот можно Павлюченко отметить. Мяч вылетает из штрафной площадки Торпеда. Вальчук. Второй мяч отправляется вперед. Вальчук. Волков. Есть еще время у Торпедосов провести хотя бы одну атаку. Да даже еще, наверное, не одну. Играет еще целую минуту. Погатис. Извечно сыграл Погатис. Правда, не уж крисковый. Но, наверное, уже, когда играть остается совсем чуть-чуть, а твоя команда ведет, можно. Квальчук. Рубин. Шава. Снова Квальчук. Куда мяч возвращает Квальчук? Меньше 30 секунд остается играть. Так что, я думаю, можно говорить о том, что Спартак сегодня выиграет эту встречу. Хотя есть возможность еще одну атаку провести. Очень опасно. Можно бить. Квальчук не смог мяч остановить толком. Ну и дальний удар Погатисе напоследок. Вот так Погатис пробил. А нам показывает Старкова. Который неужели недоволен. Наверное, может быть, недоволен тем, что его команда не сумела забить. Еще один гол. Вот этот самый удар Погатиса. Но это же завершающая фаза. Да, это Квальчук хороший момент допустил. Будылин. Не торопится Будылин. Играет с Панферовым. И дает свисток арбитр Захаров. И так закончился матч торпеда Спартак. И со счетом 3-1 эту встречу выиграли московские спартаковцы. Так, на сегодняшний порядок всего вам доброго. Давайте еще раз посмотрим на статистику встречи торпеды Спартак. В общем, несмотря на то, что удары от створ ворот примерно одинаковое количество, но все-таки спартаковцы сегодня играли более остро. На этом телеканал Спорт заканчивает свою сегодняшнюю трансляцию. Вместе с вами матч торпеды Спартак смотрел Владимир Стабиенко. Всего хорошего. Смотрите российский футбол на телеканале Спорт. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова